Доброе утро! На календаре 4 февраля, вторник. Сегодня отмечают день рождения калоши. Хотя версий о месте и времени их изобретения ни одна и не две, это, как говорится, неважно. Калоши в свое время были очень востребованным товаром. В 1920-е годы существовала даже мода на ношение этой резиновой обуви. Да и судя по погоде, нам бы они сейчас тоже пригодились. Ну а грустным не будем, давайте лучше узнаем, что нас ждет в этом выпуске. Мы отметим сегодня день домашнего супа. Все остальные супы это прекрасная вода с чем-то нарубленным туда. Затем отправимся в Тибет. Его стены покрыты росписями, похожими на персидские миниатюры. Побываем еще в нескольких точках земного шара вместе с бредовостями. Ему стало очень смешно и в то же время стыдно. На асфальте валялся вовсе не пострадавший леопард. Продолжим серию сюжетов, посвященных 75-летию Великой Победы. Я был рядовой, а у меня помощники были младшие сержанты, ефрейтеры вот такие были. Скрутим еще парочку поделок из проволоки. Можно попробовать сделать яркие цветочки, используя обыкновенный лак для ногтей. Посмотрим, как наказывают любопытных. И узнаем из сводок советского информбюро, какие события происходили в этот день в годы Великой Отечественной войны. Все внимание на экран. От советского информбюро. 4 февраля 1942 года. Пленный солдат 7-й роты 268-й немецкой пехотной дивизии Вильгельм Штрейт рассказал. Мы несем большие потери. В 7-й роте осталось 28 человек, из них 6 обмороженных. Сильно обмороженных отправляют в тыл, а легко обмороженные остаются в строю. Но боеспособность их невелика. Все они хромают или не могут свободно двигать руками. Зимнего обмундирования ни у кого нет. Морозы действуют на всех ужасно, а наступление русских окончательно снизило воинственный дух солдат. У всех одна мысль, как бы остаться в живых. 4 февраля 1943 года. Гитлеровские бандиты и убийцы залили кровью улицы Сальска Ростовской области, разорили наш город. Каждый день фашистские людоеды расстреливали десятки мирных жителей. У кирпичного завода номер один обнаружено 30 котлованов, наполненных расстрелянными. По неполным данным, немцы замучили насмерть и убили свыше трех тысяч мирных жителей города. Кроме того, в городе обнаружены трупы зверски замученных немцами пленных красноармейцев и командиров. Отступая из города, фашистские бандиты сожгли поликлинику, две больницы, пять школ, вокзал, электростанцию, клуб железнодорожников и много жилых домов. Только быстрое наступление Красной армии спасло город от полного разрушения. 4 февраля 1944 года. На Нарвском направлении наши войска, продвигаясь вперед, полностью очистили от немцев побережье Финского залива до устья реки Нарва. Бойцы Нской части смелым обходным маневром блокировали опорный пункт противника и в ожесточенном бою уничтожили батальон немецкой пехоты. Захвачены трофеи, в числе которых четыре исправных танка. 4 февраля 1945 года. Севернее и северо-западнее города Кёнигсберг, наши стрелковые и танковые части при поддержке артиллерии нанесли мощный удар противнику и, стремительно продвинувшись вперед, вышли на побережье Данцикской бухты. Таким образом, группировка немецких войск, действующая на Земландском полуострове, оказалась расчлененной на две изолированные друг от друга части. Продолжая наращивать удары, наши войска заняли город Гранц на побережье Балтийского моря. Разбитые и деморализованные немецкие части потеряли между собой связь. Советские бойцы прижимают вражеские группы к морю и уничтожают их. Отдельные подразделения противника прекращают сопротивление и складывают оружие. Отмечен ряд случаев, когда немецкие солдаты, перед тем, как сдаться в плен, убивают эсэсовцев и офицеров, заставлявших их продолжать борьбу. Что такое харчевня? Как это слово появилось? Не пропустите ответ на вопрос словаря. Он, как обычно, прозвучит в конце выпуска, а прямо сейчас поднимем себе настроение с помощью нашей постоянной рубрики. Она как раз для этого и придумана. Кто-то сейчас хмурится, но природа тоже не всегда радует нас солнечным настроением. Но согласитесь, она прекрасна в любую погоду. А нам остается ждать, когда за темной полосой вновь придет светлое. Какие только события не происходили в разные годы в этот день. Петр I утвердил табель о рангах. Научные общественности представили неандертальца. Началась ялтинская конференция. Ученые доказали, что носителем наследственной информации является ДНК. Но, ко всему прочему, 4 февраля в Америке отмечается день домашнего супа. На нем-то мы и решили остановиться поподробнее. Сегодня американцы отмечают национальный день домашнего супа. Он ежегодно проходит в Соединенных Штатах 4 февраля. Мы таким праздником пока не обзавелись, но суп по праву можем считать русским традиционным блюдом. Его история насчитывает не одну сотню лет. Суп в нашем сегодняшнем понимании появился примерно 5 веков назад с изобретением посуды, позволяющей его готовить. На Руси жидкие блюда изначально называли пахлебками. Слово «суп» появилось во времена Петра I. Широкое распространение в Европе и России это блюдо получило к 18 веку. Ну а сегодня не найти ни одну кухню мира, в которой не было бы супа. В настоящий момент в мире насчитывают приблизительно 150 видов этого жидкого блюда, которые в свою очередь подразделяются еще на более чем тысячу подвидов. Так супы классифицируют как минимум по температуре подачи, на холодные и горячие, калорийности, на легкие и наваристые, по составу овощные и мясные, по технологии приготовления, по вкусу. Также различают и время подачи блюда на стол. Молочные, например, подойдут с утра, овощные и мясные лучше есть в обед или вечером. Конечно, имеет суп и национальность. Все мы знаем русские щи, солянку, окрошку, уху, украинский борщ, грузинский суп харчо и испанский гаспачо, японский суп мисо, китайский хогу и вьетнамский фо. А какие супы чаще всего бывают на обед у моих коллег? И вообще, они едят это блюдо. Суп готовишь и любишь? Люблю, готовлю, кушаю. А какой суп? Борщ всего? Ну, борщ, очень люблю борщ со сметанкой, вот. Его я тоже успеваю покушать. А я люблю крем-суп, он грибной. Вот. У меня прям слюни потихли. Очень вкусные, да. Ну, расскажи, изюминка, из чего готовится он как? Ну, картофель, грибы. Неважно, какие. Ну, желательно, конечно, лесные грибы, потому что они более ароматные. Да. Вот. Сливки, сыр сливочный. Вот. Все это смешивается в блендере и очень вкусно. Ну, я успеваю готовить, люблю готовить. И первое я люблю, только у меня дома, меня в моей любви не поддерживает. Я наварю кастрюлю борща, и она стоит потом неделю-две. Бессовестные люди. Вообще нахалы. Тем более, что борщ его очень долго готовить. В этом году я открыл тыквенный суп. Брат меня засадил все этими тыквами в огороде, и я вдруг вот приготовил суп-пюре. Офигенно. Тыковка, чуть-чуть картошки, чесночок, сливки вливаешь, и в пюре все. Это еще невероятно полезно. И невероятно полезно, как говорят, сезонные овощи. Вот успеваешь ли ты в своем плотном графике готовить, а самое главное, есть суп? Я вообще суп ненавижу с детства. Я не знаю, с чем это связано. Не то, чтобы они какие-то были невкусные супы, которые я пробовала, но вот просто почему-то к жидкой пище у меня не лежит вот душа. Да, моя. Поэтому и супы у нас отношения очень прохладные, можно сказать, даже параллельные. Он меня не трогает, и я его не трогаю. Так и живем. Сейчас у меня нет возможности готовить супы, и мы не практикуем это. А когда заказываешь еду, мы однажды пробовали заказать суп, его очень неудобно есть ложка из пакета. Поэтому пока суп мы не едим. Ну, какой-то любимый вид у тебя. Да я вообще все супы ем, кроме грибного, потому что я грибы просто не люблю. Все остальные супы – это прекрасная вода с чем-то нарубленным туда. Да, я люблю горячие блюда. Первые супы, и борщ, и щи. Очень люблю рассольник, очень люблю солянку, ну и, конечно же, щи. Ну, то есть успеваешь готовить и балуешь своих родных. Да, но мы, мне кажется, вообще не можем без горячего вот такого вот, такого вот жидкого, скажем. То есть это традиционно? Это традиционно, да. Хотя день супа не наш праздник, отметить его с удовольствием никому не возбраняется. Поэтому предлагаю в обед по тарелочке вкусного супа. Сейчас, если что, и говорят про Китай, то только плохое, в основном связанное с коронавирусом. Мы решили разбавить этот поток негатива чем-нибудь хорошим и пригласить вас в виртуальное путешествие на Тибет. Хотя и в реальное тоже можно было бы. Даже сейчас туда, говорят, заразы не доходят. Впереди счетовод. Здравствуйте. Давненько мы с вами не путешествовали по миру. Предлагаю сегодня сбежать ненадолго из снежного царства и отправиться в Тибет. Здесь, над городом Олхаса, на высоте 3767 метров над уровнем моря, раскинулся величественный дворец Патала. Никакой другой дворец мира не смог забраться так высоко. Его история началась в VII веке, когда на склоне Красной горы построили деревянный дворец для невесты тибетского князя. Она поразила правителя своей красотой и умом. Правда, тот дворец в VIII веке сильно пострадал от удара молнии и междоусобных войн. И только в XVII веке по приказу V Далай-Ламы на том же месте построили новый дворец. Его площадь – 360 тысяч квадратных метров. Высота – 119 метров. Всего в нем 9 этажей. Хотя с улицы кажется, что их 13. И более 2000 комнат, стены, толщина которых доходит до 5 метров, сделаны из гранита, а окна и крыши – из дерева. Патала справедливо называют «жемчужиной на крыше мира». Он состоит из двух основных частей – Красного дворца в центре и двух павильонов Белого дворца. Красный служил для проведения религиозных церемоний и молитв. Его самое просторное помещение – Большой Западный зал. Его стены покрыты росписями, похожими на персидские миниатюры. В Белом дворце жил Далай-Лама, его учителя – доверенные монахи и чиновники. Здесь проходили важные церемонии и приемы. В этом дворце сохранились две постройки VII века, в которых тибетский князь медитировал и изучал священные тексты. До наших дней дошли очаг и каменный чан, которыми он пользовался. Вообще, Патала – это огромная сокровищница древних реликвий. Например, здесь хранится священная ступа V Далай-Ламы, изготовленная из 5,5 килограммов золота и огромного количества драгоценных камней. С 1989 по 1994 год во всех помещениях проводилась реконструкция, на которую ушло более 6,5 миллионов долларов. А 7 декабря 1994 года дворец внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас дворец открыт для туристов и частично работает как музей. Сегодня в нашем городе ожидается пасмурная погода, возможен снег, атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба, ветер западный 4-5 метров в секунду, температура воздуха днем от 0 до 2 градусов мороза, ночью минус 6, минус 8. Лови момент в караване. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В Австрии появился снеговик-рекордсмен, высотой более 38 метров, на создание которого ушло около 800 тонн снега. Лепить снеговика начали еще в середине декабря и потратили при этом 60 тысяч евро. Их предоставили местные туроператоры и спонсоры. В итоге снежное творение попало в книгу рекордов Гиннесса. А что еще необычного произошло в мире, узнаем через несколько секунд. Впереди бредовые новости. Доброе утро! В эфире бредовости и вот о чем я вам расскажу сегодня. За стеклом, суперспособности и пятнистая подстава. Теперь об этом более подробно. ДИБИ-ШОУ! Дрессировщица из Техаса Стефани Зубар всегда рада обучить своих собак Зера и Бу чему-нибудь новенькому. И этот трюк смотрится очень забавно. Махнатикам всего-то и нужно, чтобы прислонять мордочки к стеклянным предметам. Зера и Бу абсолютно не против таких экспериментов. Они даже рады, что Стефани потешается, глядя на их расплывающиеся носы и пасти. Вдобавок, за выполненное задание хозяйка угощает собак чем-нибудь вкусненьким, так что все остаются довольны. Кстати, как и подписчики женщины, которые оценили уморительное шоу за стеклом, когда Стефани выложила видео в соцсети. ДИБИ-ШОУ! И еще немного о трюках. Вот вы умеете раскручивать мяч на пальце, а этот незнакомец может куда больше. Сидя на полу и обложившись мячами, мужчина без проблем раскручивает их один за другим. При этом удерживая каждый на руках, ногах, голове. Сколько времени понадобилось этому трюкачу на подготовку, неизвестно. Но своим мастерством он произвел огромное впечатление на пользователей. ДИБИ-ШОУ! Рано утром Бен Лилле ехал на машине по делам. Вдруг перед его глазами предстала страшная картина. На асфальте лежало какое-то крупное пятнистое животное, не подающее признаков жизни. Бен остановился, чтобы оказать диковинному зверю помощь. Выйдя из машины, водитель осторожно направился к бедняге. Правда, через пару секунд ему стало очень смешно и в то же время стыдно. На асфальте валялся вовсе не пострадавший леопард, а экстравагантное пальто. Потеряла ли его какая-то дамочка или это чья-то не очень удачная шутка, неизвестно. И это все бредовости на сегодня. Следующую подборку ждите уже завтра, прямо сейчас в эфире нашего канала Гороскоп. Овен. Сегодня ваши планы пойдут на смарку, но вы этому только порадуетесь. Вы будете весьма удачливы во всем, что касается нежных чувств и прочих приятных мелочей. Телец. Вас посетит вдохновение, но случиться это может в самый неудобный момент. К этому стоит быть готовым. Близнецы. Секрет успеха сегодня заключается не в способности все сделать быстро и толково, а в умении с блеском подать идею. Тогда ее примут на ура. Рак. Возможно, неожиданная, но приятная встреча. Оденьтесь ради такого случая понаряднее. В остальном же все будет зависеть исключительно от вашего обаяния. Лев. Если кто-то поинтересуется вашим мнением, не спешите его высказать. От вас ждут сочувствия и ничего иного. А вот длинные рассуждения, скорее всего, лишь обидят вопрошающего. Дева. Не жалуйтесь на проблемы. Это не более чем временные трудности, в преодолении которых и заключается радость жизни. Весы. У вас, возможно, разыграется фантазия, и в этом нет ничего плохого. Почему бы и не провести один день в розовых очках? Скорпион. Свобода ваша будет ограничена. Если вы сумели загнать себя в угол, сумейте и выбраться из него. Сделайте так, чтобы голос ваш услышали. Стрелец. Вас будут донимать советами. Причем заниматься этим будут все, кому не лень. Стоит ли говорить, что цена этим советам невелика? Козерог. Вы спорщик? Если да, то это ваш день. Даже если вы будете ошибаться во всем, этого никто не заметит. Водолей. Вас догонят отголоски давно свершившихся событий. Вряд ли это доставит вам большое удовольствие, но справиться с этим надо. Рыбы. Вас одолеет нетерпение. Ни к чему хорошему оно не приведет. Так что не идите на поводу у этого коварного чувства. Надеваю форму, выхожу на лед. Кружитка снежинки, радио поет. На фигурках серебристых, словно ласточка, лечу. Олимпийской чемпионкой стать хочу. Тренер, мастер спорта, мне дает совет. Делаю дорожку сложный пироэд. На фигурках серебристых, словно ласточка, лечу. Олимпийской чемпионкой стать хочу. Не исполняю связку, а потом лечу. Дарит мне мальчишка маленький цветок. На фигурках серебристых, словно ласточка, лечу. Олимпийской чемпионкой стать хочу. Пришло время узнать, кто же сегодня заберет пригласительный в кинотеатр «Люмин». Мы просили вас назвать имя актрисы, которая играет Джо Марч в фильме «Маленькие женщины» 2019 года. И тут возникла небольшая путаница. Так как одноименное произведение экранизировали аж 8 раз, мы называли актрис из старых фильмов. А нам была нужна Сирша Ронан. Ну, кто хотел, тот нашел правильный ответ. Имена участников вы видите сейчас на своих экранах. Итак, билеты достаются. Номер 4. И это Анастасия Куничкина. Поздравляем вас, Анастасия. Пригласительный можно забрать на вахте телерадиокомпании «Заречный». А прямо сейчас продолжение цикла архивных сюжетов, посвященных юбилею Великой Победы. Великой Победы в этом году Генрих Васильевич Ежов встречает с тяжелым сердцем. Накануне Великого Праздника попала в больницу его жена Александра Павловна, ветеран труда и верная спутница жизни. Воспоминания о войне у Генриха Васильевича, как и у всех, видевших воочию ее ужасы, нелегки. В 1942-м призвали на фронт его отца, который в том же году пропал без вести. Генрих Васильевич до сих пор не оставляет надежды найти место его захоронения, обращаясь пока безуспешно в различные инстанции. Говорит, пешком бы дошел туда, где его косточки лежат. Сам Генрих Васильевич пошел на фронт в 1943-м году, когда ему исполнилось всего 17 лет. Отчетливо запомнилось постоянно мучившее тогда чувство голода. Кормежки-то не хватало, и мы бегали на... Женщина сидела около железной дороги, на прилавках продавали тыкву пареную, и мы подкармливались там потихоньку. Начал служить Генрих Васильевич под Харьковом. Затем его отправили в Москву, а после этого в Прибалтику. Там его и застало известие о победе. Мысленно, проходя все вехи войны, ветеран отмечает битву за город Кёнигсберг, состоявшуюся в апреле 1945 года. Запомнилось то, что 15-20-го там сидели в разбитых зданиях, в подвалах, потому что Кёнигсберг крупный, большой промышленный портовый город. Его сотни самолетов бомбили, кроме того, что подготовка была, и все, разрушили весь город. Некоторые немцы сдавались в плен, другие отстреливались до последнего. Многих друзей потерял там Генрих Васильевич. А самое обидное, что до конца войны оставалось всего 2-3 недели. Поэтому из наград самой ценной является для него медаль за взятие Кёнигсберга. Всю войну Генрих Васильевич прошел в звании рядового. Я был рядовой, а у меня помощники были младшие сержанты, ефрейторы вот такие были. А я им командовал. Почему? Наверное, доверие, что ли, какое-то было в этом отношении. В канун 58-й годовщины победы над фашистской Германией пожелаем Генриху Васильевичу и другим оставшимся в живых ветеранам крепкого здоровья и благополучия. Огромное Вам спасибо за подвиг, что был совершен во имя будущего каждого из нас. Было бы желание, и тогда из обычной проволоки можно всякое разное накрутить. И понадобятся для этого самые обыкновенные подручные материалы. Подробнее в рубрике «Лайфхак». И она прямо сейчас в эфире. Продолжаем мастерить из обыкновенной проволоки. Для начала возьмем ненужный капрон. Сделаем из него и проволоки лепестки цветка. Добавим сердцевинку. Соберем бутон. Готово! Если дома живет маленькая принцесса, которая очень любит модничать, сделаем для нее вот такое колечко из проволоки. А можно попробовать сделать яркие цветочки, используя обыкновенный лак для ногтей. Затем закрепим их на заколку. Вот так. Пробуйте. Продолжаем. Что такое харчевня? Как это слово появилось? Слово харч пришло к нам из тюркского языка, а в него попало из арабского, где имело значение хозяйственные расходы. Семантика продовольствия, на которое надо расходоваться, возникла уже в русском языке. А потом появилась и харчевня, название закусочной небольшого трактира. Вчера мы удивлялись реакции и способностям младенца. Сегодня на очереди братья наши меньшие. Как они порой реагируют на неожиданности? Прямо сейчас посмотрим. Впереди рубрика «Вот это да». Напоминаю, на календаре 4 февраля, вторник. На Руси его называли «Тимофеев день» и считали серединой зимы. В честь этого святого на Руси придумали особое понятие «Тимофеевские морозы». Считалось, что именно с Тимофеева дня начинались самые жестокие вьюги и метели. О морозах складывали поговорки, например, такие. «Тимофеевский мороз ползимы с собой унес». Ну, судя по прогнозам, и нас тоже поморозит. Каким будет завтрашний день, узнаем на телеканале «Заречный». До встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова